МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она сидит на телефоне и ждет уже, очень-очень сильно ждет ваших телефонных звонков. И я, конечно же, жду их сюда, в студию, чтобы начать отвечать на те темы, которые очень сильно волнуют вас в рамках программы «Алло Студия». Кроме того, если не хотите пользоваться телефоном, не хотите звонить в прямой эфир и раскрывать себя, то можете задавать ваши вопросы на страничке телеканала «Север ВКонтакте». Там есть прямо на стене запись «Алло Студия». Пишите, я увижу в режиме онлайн все ваши вопросы. Кроме того, задавать вопросы можно на сайте trksever.ru в разделе «Алло Студия». Обычным кликом можно все это сделать, я увижу. И сразу же мы начнем искать ответы на те вопросы, которые вы нам задаете. А вопросов, я вам должна сказать, накопилось очень много, несмотря на то, что у нашей программы был некоторый перерыв. Тем не менее, вы не забывали. И как только мы проанонсировали нашу программу «Алло Студия», вопросы просто-напросто полились рекой. И первый из них касается нашего телеканала. Больше всего, пожалуй, этих вопросов поступило. «Север больше не показывает в триколоре». Где сейчас вас смотреть? А где сейчас нас смотреть, расскажет гость студии. Я приглашаю сюда заместителя директора государственного бюджетного учреждения «Ненецкая телерадиовещательная компания» Олега Богомолов. Олег, очень приятно тебя видеть в нашей студии. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, телезрители. Даем ответ на вопрос, где же север? Ну, север там же, где и был. Где смотреть, да. Да, мы не прекратили вещать в пакете НТВ+. Там же, где и были. Также нас можно посмотреть с помощью интернета. То есть мы вещаем на платформе СПБ-ТВ. Можно скачать приложение на свой сотовый телефон или на планшет, или на свой компьютер персональный. Можно все это там смотреть. Также на обычном телевизоре нас можно смотреть с помощью приложения Smart TV, программного обеспечения. Надо отметить, это современные телевизоры, которые снабжены данной функцией. Да, конечно. Это телевизоры выпуска позднее, с 10-го года, с 8-го года. На всех телевизорах позже уже эта функция поддерживается, и можно совершенно спокойно настроить свой телевизор на просмотр телеканала «Север». Единственное, что хотелось бы добавить, что телевизор должен был подключен к интернету. Также нас можно посмотреть, в конце концов, на нашем сайте, на нашем портале. Мы там вещаем. И онлайн вещание там происходит. Можно круглосуточно смотреть там. Также можно, если вы какие-то новости пропустили, не смогли вовремя оказаться перед телевизором, вы можете там посмотреть повтор новостейных программ, каких-то программ, которые выпускают в большом количестве телеканала «Север». Все там. Вот НТВ+, где-то в городе можно приобрести эти приставки, которыми можно пользоваться, для просмотра? Да, конечно. В городе существует 4 точки продаж на сегодняшний момент, где можно это все приобрести. Это магазин «Сириус», это «ТСКом», это «Эксперт-сервис» и магазин «Людмила в Искателях». Также можно заказать через интернет приставку. Доставка будет до недели, в принципе. Это не большая проблема. Жители населенных пунктов нас тоже смотрят, тоже спрашивают. Понятно, что каждый не поедет за «Ресивером» в город Наринмар. Готовы ли мы со своей стороны или со стороны власть нашей оказать какое-то содействие в массовой закупке, например, «Сиверов»? У нас недавно было селекторное совещание с главами населенных пунктов муниципальных образований. И мы договорились о том, что конечный пользователь-зритель может обратиться в администрацию, где составляются списки, указать ту модель, которая ему необходима. И все это централизовано будет гораздо проще и в конечном итоге дешевле для зрителя. То есть, получается, зрителям совершенно не стоит беспокоиться возможности массы, главное найти та, которая удобнее для просмотра. Да-да-да. Ну, что касается вот этих списков, вот если в деревне человек хочет увидеть, то достаточно обратиться в администрацию, там все эти списки составляются. И еще хотел бы рассказать о том, что у нас с 1 февраля заработал бесплатный телефон по всей России, то есть в любой точке России можно дозвониться на наш телеканал, в том числе на техническую поддержку. А какой номер? Номер телефона 8 800 100 01 83. 83 наш регион. Да, буду сегодня в течение эфира периодически его напоминать. Да, то есть вот по этому телефону можно запросить техническую поддержку, помимо всего прочего, по этому телефону можно связаться с информационной службой, радио и телевидением, по этому же телефону можно связаться с рекламной службой. Очень просто и доступно, и самое главное, очень доступно для любого жителя Ненинского округа. Север всегда рядом, и мы просим тогда оставаться на севере наших телезрителей. Спасибо. Спасибо огромное, Олег. До свидания. Удачи. Спасибо. Спасибо. Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Напоминаю, что программа «Алло Студия» возродилась. Мы с нетерпением ждем ваших телефонных звонков по номеру 21145. Кроме того, пишите на нашей страничке ВКонтакте, на страничке телеканала «Север», естественно. Ну или задавайте ваши вопросы на сайте www.trksever.ru в разделе «Алло Студия». Я в режиме онлайн все ваши вопросы буду видеть и буду стараться отвечать на них. Много поступает вопросов, как я уже сказала, вопросов совершенно разного характера, потому что вас волнует все, что происходит в нашем округе, в жизни нашего региона. Вы неравнодушные, поэтому меня это очень радует. И вот, кстати говоря, один вопрос, который нам задавали через сайт, я хочу его сейчас вам озвучить. Единственное, что хочу отметить. Ответа на него мы не получим. Я отвечу, а специалиста не получим, отвечу я, потому что специалист до 15 часов находится у нас на совещании. К сожалению, в рамке эфира мы не успеем этот ответ, в рамках эфира этот ответ получить. Итак, вопрос был следующего характера. Почему не предупредили о том, что нужно подтверждать свое право на получение детских пособий? Я вам отвечу. Информацию я взяла с сайта Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. Там написано следующее, что согласно постановлению администрации Ненецкого автономного округа, граждане, получающие ежемесячное пособие, ежегодно подтверждают свое право на получение ежемесячного пособия. Отделение социальной защиты ведет прием документов на подтверждение права на ежемесячное пособие на ребенка. Граждане подают заявление о продлении выплаты в произвольной форме с приложением в следующих документах. Сейчас будет перечисление. Итак, справку о составе семьи, выписку из домовой книги по квартирной карточке, сведения о размере всех полученных членами семьи доходов за три календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о выплате ежемесячного пособия. Далее, справка об обучении ребенка старше 16 лет в образовательных организациях не предоставляет копии паспортов заявителя и членов его семьи, копии свидетельства о рождении детей, не достигшего 14-летнего возраста, копии свидетельства о заключении брака в случае, если они были предоставлены ранее. Граждане, подавшие заявление на пособие в период с 1 октября 2015 года по 1 апреля 2016 года, подают заявление о продлении выплаты с 1 января 2017 до 1 апреля 2017 года. Обращают ваше внимание на то, что граждане, не прошедшие регистрацию до 1 апреля 2016 года, выплата ежемесячного пособия приостанавливается и возобновляется, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором были представлены все документы. Так что, по всем вопросам можно обращаться по телефону 420-43 или 420-46, это отдел назначения выплат семье, семьям, имеющим детей. Так что, я думаю, все понятно. Если еще остаются вопросы, вот по указанному адресу можете обращаться. Вот почему не предупредили? На мой взгляд, предупредили, просто сделали это посредством сайта, на котором я, в общем-то, и нашла эту информацию. Что ж, напоминаю, телефон прямого эфира 2-11-45, звоните, задавайте ваши вопросы. Это программа «Алло Студия». Кроме того, обращайтесь к нам через сайт rksever.ru либо пишите на страничке телеканала «Север» ВКонтакте. Кстати, очень удобно пользоваться современными средствами общения через гаджеты. И вот как чуть ранее сказал заместитель директора нашей компании Олег Богомолов о том, что телеканал «Север» сейчас тоже буквально в каждом телефоне, в каждом смартфоне находится, и мы всегда с вами рядом. То есть не составляет никакого труда смотреть программу, например, «Алло Студия», даже в такое вот дневное, необычное время. Напомню, почему именно в это время мы выходим, потому что у нас есть возможность получить ответы на те вопросы, которые вы нам задаете. В противном случае, выходя в вечернее время, мы просто-напросто оставимся без комментариев специалистов, потому что у них уже закончится рабочий день. Ну а вы, как вы помните, мы, как вы помните, хотим сделать максимум полезных дел для вас, чтобы у вас никогда не оставалось тех вопросов без ответов. Вот мы, в общем-то, и стараемся. 2.11.45, телефон прямого эфира. Перейду, опять же, к конкретике. Тема, о которой, конечно же, нельзя пройти мимо. Это зимник, и масса вопросов к нам поступала уже сегодня с утра, и, как оказалось, уже вчера вечером писали тоже на сайт к нам. Расскажите, пожалуйста, о состоянии зимника, как сейчас он функционирует. И, кстати говоря, сегодня утром собирали журналистов местных средств массовой информации на брифинг, в рамках которого и дали ответы, в каком состоянии сейчас находится зимняя автодорога. И я вам предлагаю послушать руководителя подрядной организации «Транзит», которые занимаются обслуживанием дороги Наринма-Русинск. На выходных уже целую неделю метель. Зимник не проезжий. Кто-то пытается проехать. Помогаем, разгребаем подъемы, протаскиваем. Ну, то есть зимник практически не останавливали ненадолго. То есть собирали колонну, вот уже второй раз сейчас проводим колонну. Но вот эта проводка очень тяжелая. Сейчас все дойдут до центрального поселка, где-то около 20 машин грузовых. И будем рекомендовать, чтобы там постояли. Мы реховые машины не пускали. Однозначно там. И очень сильно тормозят машины, которые были в середине колонны, мы их не могли никак выдернуть. Которые просто магистральники. Но они не предназначены вообще по таким дорогам ездить. Вот из-за них сейчас основное вот это тоже тормозится все. Самое интересное, что сделать невозможно. Нет никаких рекомендаций. И вот мы мониторили все зимники в округе. Все закрыто вообще полностью. Никто нигде не ездит. И на тех зимниках обстановка еще хуже. Там просто уже водители из машин выдергивают и вывозят. То есть мы все-таки пытаемся всех собрать в кучу в одну, чтобы никто не остался на зимнике. То есть трактора идут, где-то машина встала. Ее тоже цепляют, подтаскивают. И вот мы сейчас всех стаскиваем к центральному поселку. А нужно ждать, пока становится погода и температура хотя бы около минус 10. То есть его надо отгитарить. Он сутки стоит, уже твердеет. Машины в принципе легковые точно проедут все. И проливать. Зимник будет поднят, и он уже выдержит. Я думаю, метели две таких. Возможно, потом опять вариант повторится. Вот если такая метель будет, снова так же придется закрывать. Но у нас зима меняется с каждым годом. Наверное, заметили все. И вот хочется дополнить уже не раз. И в нашей студии говорилось о том, что зимник – это не шоссе, это не трасса для передвижения легковых автомобилей, это дорога для больших грузов, это временная дорога. Поэтому она является дорогой повышенной опасности. И вот если вы только увидите, что начинается какая-то непогода, маломальский уж лучше, тогда оставайтесь дома, не рискуйте, потому что вы создаете трудности не только себе, но и всем тем большим автомобилям, которые, в общем-то, вправе передвигаться по зимней дороге, про которую нам сейчас только что и рассказывали. Так что не переживайте, всех ваших близких доставят домой в ближайшее время. Прямой эфир у нас сейчас. Программа «Алло Студия», телефон 2-11-45. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела бы задать вопрос про 5-процессную ипотеку. Я слышала, что она уже начала работать. Вот скажите, пожалуйста, что надо делать перво-наприво, куда обратиться и кому задать вопрос? Спасибо вам большое за вопрос. Мы сейчас попытаемся выяснить, что же нужно делать. Спасибо. Насколько известно, этот закон уже работает, уже есть первые обратившиеся, первые участники данной программы. Мы сейчас позвоним, я так полагаю, в департамент финансов, экономики, экономического развития Нейнского округа и получим ответ там. Надеюсь, нам удастся это сделать. Ждем, дозваниваемся и будем слушать ответ. Здравствуйте. Вас беспокоится телеканал «Алло Студия». Меня зовут Мария Владимирова. Это прямой эфир программы «Алло Студия». К нам поступил вопрос, касаемый 5-процентной ипотеки. Скажите, пожалуйста, кто бы мог прокомментировать? Я могу. Отлично. Вопрос следующего характера. На каких условиях можно получить эту ипотеку? Куда нужно обратиться тем, кто желает приобрести квартиру на таких вот условиях льготных, выгодных? Понятно. Прежде всего, я бы хотела уточнить, кто может являться участником 5-процентной ипотеки? Законом установлены лишь минимальные требования. Это, во-первых, проживание в округе, и, во-вторых, строительство жилья или приобретение жилья в новостройке на территории округа. Иные требования к потенциальным заемщикам могут установиваться кредитными организациями в рамках собственных кредитных продуктов. То есть для получения жилищного кредита гражданин должен обратиться в банк, который участвует в реализации 5-процентной ипотеки. А какие это банки сразу? Давайте оговорим. Да, вот сразу хочу сказать, что на сегодняшний день это Московский индустриальный банк. С ним с прошлого года заключено соглашение. В случае принятия банком решения о выдаче кредита с гражданином заключается кредитный договор, который предусматривает процентную ставку не выше 5% годовых в течение 10 лет. Решение вопроса о выдаче жилищного кредита принимается банком самостоятельно и не требует какого-либо согласования с администрацией или иными органами исполненной власти. Я также хотела бы отметить, что в настоящее время Департаментом финансов и экономики продолжается работа по увеличению иных банков к участию в реализации этой программы. Вот давайте сразу сейчас отметим, что если человек все-таки решил купить жилье, ему сразу же нужно идти в банк, не обращаясь уже в органы государственной власти. Да, это является преимуществом закона. Гражданину не нужно обращаться в орган власти, он сразу обращается, вот в настоящий момент это Московский индустриальный банк. Он идет в банк. А вот условия минимальные, да, вы сказали, что проживать в Ненецком округе и покупатель строит жилье тоже в Ненецком округе. А срок есть проживания? Сколько должен гражданин прожить в Ненецком округе, чтобы стать участником данной программы? Нет, таких требований законом не предусмотрено. Что ж, я думаю, что достаточно понятно. Все непонятно только одно, что мы не видим нового жилья очень много. Не становится ли это каким-то камнем преткновения для приобретения жилья? Ну, я думаю, что в настоящее время этот рынок будет развиваться. То есть как раз этому и способствует наш закон развитию жилищного строительства территории округа. Что ж, спасибо вам огромное за комментарии. Я думаю, сейчас стало все понятно. Спасибо вам и хорошего дня. До свидания. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 2-11-45. Это программа «Алло Студия». Я вас приглашаю к общению. Звоните, задавайте интересующие вас вопросы. И как показывает первая программа, вопросов очень-очень много. А мы с удовольствием пытаемся ответить на них, дозваниваясь компетентным лицам. Следующий вопрос, который я хочу задать, он тоже вызвал достаточно большой ажиотаж. Очень много людей к нам звонило, писали. При том, что делали это сразу же после новогодних праздников. Но в силу того, что программа наша запускалась в февраля, ответить мы вам не могли. В рамках программы попытаемся сделать это сейчас. Больничные листы. В Нинском округе принят новый порядок начисления больничных листов. Но никто и нигде об этом порядке не рассказывал. Просим разъяснить ситуацию. Давайте попытаемся это сделать. Дозвониться сейчас в рамках прямого эфира и получить ответ об этом порядке. Потому что сейчас я прекрасно понимаю, озабоченность людей. Идет эпидемия у нас. В округе объявлен карантин. Но ни в коей мере не хочу пугать, потому что на самом деле все идет из нашей головы. Как только подумаем, обязательно заболеем. Но тем не менее, люди вынуждены сидеть на больничном достаточно длительное время. И, конечно же, каждый обеспокоен тем, что в результате он получит. Алло. Алло, здравствуйте. Павел Захарович. Да, здравствуйте. Телеканал «Север», программа «Алло-студия». Мария Владимирова, прямой эфир. Поступил к нам вопрос, касаемый нового порядка назначения больничных листов. Вы бы нам могли пояснить, потому что люди сейчас болеют, сидят на больничных, но не совсем понимают, что в итоге они получат? Ну, могу в общих чертах вкратце вам объяснить эту ситуацию. Что конкретно спрашиваете, скажу. Конкретно, в чем суть нового порядка назначения больничных листов? Мы знаем, что были изменения, да, и на самом деле вот нас телезрители спрашивают, что никто и нигде об этом не рассказывал. Поэтому я думаю, что давайте с того момента, сколько вообще человек, выгодно-невыгодно сейчас сидеть на больничном, да, сколько дней он может просидеться, что он за это получит, в общем-то. Ну, смотрите, сейчас оплата больничных листов происходит за счет фонда социального страхования. У нас доп. гарантия установлена на окружном уровне. Для работников бюджетных учреждений и для государственных гражданских служащих, для лиц, замечающих госдолжности, установлено, что доплачивается разница, если выплаты из фонда социального меньше, чем средний заработок работника, то разница компенсируется полностью за счет средств окружного бюджета. Были внесены изменения в закон, который предусматривает, что для... вот эту разницу срезается до 50%, не все 100% разница выплаты, а только 50%. Но при этом эти ограничения не распространяются на случай, когда на больничном находится по уходу за ребенком, за нетрудоспособным членом семьи, и на случай, когда на больничном находится женщина по беременности. В остальных случаях компенсация разница будет 50%. Но тут очень важно отметить, какую ситуацию, что у тех работников, у которых заработная платка порядка 40-50 тысяч, там практически не будет никаких изменений, потому что там компенсация полностью будет гаситься за счет фонда. Там нет такой большой разницы. Это в большей степени будет неудобно для тех, у которых большие заработные платы. У тех компенсация будет небольшая, будет меньше. А есть какие-то сроки, сколько человек может сидеть на больничном, чтобы получить в полном объеме, и если больше 10 дней, например, он уже тогда получит гораздо меньше? Нет, нет, никаких сроков нет. Такой градации нет. И еще вот был уточняющий пунктик, если человек находится на больничном со своим ребенком, то как ему начисляется больничный? То есть так же, по той же схеме? Так и крайне. Вот в отношении больничного по уходу за ребенком, за нетрудоспособным членом семьи, для них как было, так и все остается. Ничего не меняется. Да, то есть давайте с вами сейчас резюмируем, чтобы может быть снять некоторое напряжение, что в общем-то ничего такого страшного не произошло. Страшного не произошло. Более того, в любом случае, у кого, вот еще раз, у кого более высокая зарплата, и в случае, если он болеет не связано с детьми, с малолетними, не связано это с беременностью, там разные случаи, да, вот для них вообще ничего не поменялось. И для тех, кто с невысокой заработной платы. И это позволяет, вот когда этот законопроект представлялся, одно из обоснований было обозначено, что это позволит ту экономию оплаты труда, которая шла у нас, ну, ушел один работник, да, кто-то его работу выполняет в это время. Это позволяет высвободившиеся вот эти средства, они поощряют тех, у которых возникла большая нагрузка. И вот хочется просто получить уже ваш комментарий, Павел Захарович, вот на прошлой неделе, да, сенатор от Ненецкого округа Вадим Тюльпанов обратился к Ольге Голодец с предложением пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов, если человек заболел гриппом или другим инфекционным заболеванием. Вот вы как, поддерживаете такую инициативу? Еще раз, еще раз, о чем она была, напомните? Он обратился к Голодец с предложением пересмотреть порядок начисления выплат при получении больничных листов, если человек заболел гриппом или другим опасным инфекционным заболеванием. Стопроцентная компенсация даст возможность гражданам полноценно пройти лечение и не разносить инфекцию, перенося болезни на ногах. Вот вы поддерживаете такую инициативу сенатора от нашего округа? Ну, лично, как Рахмельевич Павловна Харкевич, конечно. Да, да, как человек, как человек. Как человек, конечно, препятствует. Слушай, спасибо вам огромное за разъяснение. Я думаю, вы сейчас много вопросов сняли у наших граждан. Спасибо и удачного дня. До свидания. Всего доброго. До свидания. Это программа «Алло Студия». Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 2-11-45. Звоните, задавайте вопросы. Я, вы знаете, очень люблю верить в мистику. У нас идет парад планет. И, как говорится, все, что сегодня и до 7 февраля происходит, оно все происходит с ускорением. И, в общем-то, мы, как видим, наше ускорение успешное. Да пусть так оно и будет. Звоните 2-11-45, задавайте вопросы на сайте телеканала «Север», тройной W, trksever.ru, в разделе «Алло Студия». Вы его можете найти справа от себя. Внизу есть такая вот иконочка, окошечко. Его трудно не заметить. Кроме того, заходите в социальные сети, на страничку телеканала «Север» ВКонтакте. И прямо на стене, в определенном разделе, где написано, что сегодня выходит программа «Алло Студия». Оставляйте ваши вопросы. Вы не ленивые, молодцы. Я вас хвалю за то, что вы принимаете активное участие в нашей программе. Меня это очень радует. Ну и мы с вами продолжаем. Вопрос тоже к нам поступил следующего характера. На адрес улицы Ваучейского, 12. Управляющая компания, Немецкая управляющая компания, повесила объявление, уже, видимо, давненько, о том, что 23 января будут сбивать сосульки. Попросили убрать всю технику и, в общем-то, соблюдать безопасность. Но сосульки в тот день не сбивали. А сегодня, с приходом отепеля, эти ледяные глыбы вместе со снегом стали падать на тарелки, на подъезды, на подоконники. И, в общем-то, слава богу, хотя бы люди не ходят под крышами. Так вот, давайте узнаем у управляющей компании, почему же они не выполнили свои обязательства, которые, в общем-то, на себя взяли. У нас ни одна программа не обходится без вопросов коммунального характера. Ну что, такова жизнь, она достаточно сложная, и все мы платим за определенные услуги и хотим получать их качественными. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Немецкая управляющая компания? Вас беспокоит телеканал «Север», программа «Алло-студия», прямой эфир. Меня зовут Мария Владимирова. К нам обратились жильцы дома номер 12 по улице Вучейского со следующим вопросом. В январе месяце было повешено объявление о том, что 23 января будут сбивать сосульки. Сосульки так и не сбили, и сегодня они вместе со снегом валятся на тарелки около подъездов, в общем-то, доставляя некоторые неудобства. Скажите, пожалуйста, будет какая-то работа вести? Телеканал «Север», «Алло-студия», «Алло-студия», по сосулькам. Телеканал «Север», Мария Владимирова, прямой эфир. Вам уже, я слышала, озвучили вопрос, да, жильцы дома номер 12 на улице Вучейского спрашивают, почему не сбивали сосульки, хотя объявление висело, что 23-го должны было... Смотрите, да, хотели, да, сбивать 23-го, сбили позже на два дня, если не ошибаюсь, потому что были погодные условия неблагоприятные для ведения работы. А почему они сейчас говорят, что сейчас все валится с крыши сосульки, и снег на тарелки телевизионные падает? Нет, смотрите, с внешней стороны дома там все было почищено, то есть сосульки все были сбиты, то есть какой-то там травмоопасности именно по сосулькам не должно быть, это точно. А по поводу снега, ну, раз такое потепление, я думаю, на следующей неделе мы будем чистить все, то есть уже план составлен, и этот дом один вроде из первых есть, если не ошибаюсь, надо посмотреть. То есть, ну, потепление идет, и, разумеется, все будет чиститься. По поводу тарелок, еще раз, ну, то есть у нас проблема тарелок, она достаточно острая, почему? Потому что они ни с кем не согласовывают установку, и мы не можем гарантировать сохранность имущества, которое закреплено, ни с кем не согласовано, в любом случае. По поводу именно травмоопасности со стороны, ну, для людей, да, я вот был на этом объекте где-то дня три назад, ну, видимо, конечно, это потепление, но в любом случае, внешняя сторона там вся чистенькая, с внутренней стороны, есть какие-то образования, но они, ну, мимо пешеходной дорожки, то есть за ограждениями. Каких-то проблем для людей точно не будет. Переживают, наверное, у нас бывает так, лавина идет, что достаточно далеко летит. Я прекрасно понимаю, сейчас все у нас прекрасно про это переживают, да, все правильно, но такие виды работ, да, они выполняются в плановом характере. То есть у нас есть договор с бригадой скалолазов, да, которые занимаются таким видом работ, то есть они потихонечку вот сейчас начнут это все дело осваивать, то есть именно чистка снега с крыш. У нас сегодня вроде по сосулькам проблем нет, а вот снег, да, который, ну, лавина, то есть вот это будет у нас уже в течение, наверное, следующей недели приводиться в полный порядок. И дай бог погода, ну, будет способствовать тому, что... Когда больше десяти, ну, сети, ну, ветер, в общем, когда сильный. Ну, вообще, вот я, например, тоже пользуюсь вашими услугами. Мне очень нравится ваша управляющая компания. Прямо вот хочу сказать спасибо. Спасибо огромное. Как мы это слышим в свой адрес? Да. Спасибо большое. Я тоже, кстати говоря, редко говорю коммунальщикам хорошие слова, а тут хочется сказать. Жилищники, смотрите, очень важно, разделяйте, пожалуйста, вот это слово поразит вообще коммунальщики. То есть мы управляющие компании. Управляющие компании. Фондом, да. То есть мы именно занимаемся вашим зданием, вашим домом. То есть мы не коммунальщики, я подчеркиваю. Хорошо. Да, коммунальщики и ресурсники мне тут подсказывают, да. В любом случае, да, если у вас там, ну, если в прямом эфире, да, если в прямом эфире, вы, пожалуйста, смотрите, если есть участки какие-то снежные, которые действительно вызывают какие-то опасения у людей, мы в любом случае сможем там аварийно, да, там собраться, заказать транспорт и что-то сделать. То есть нам не лишним будет информация именно от людей. То есть у нас, конечно, ведется какой-то мониторинг, да, но в 24 на 7 мы не можем все контролировать. Тем более раз такие погодные условия сумасшедшие. Да, живем мы на 7. Так что желательно, да, пусть люди звонят по телефону нашей диспетчерской, 4-63-93, и оставляют конкретную заявку на конкретный участок, который вызывает их опасения. В любом случае, человек выйдет, посмотрит, поставит ограждение, ну, то есть мы найдем какую-то меру, скажем так. Так что обязательно. Спасибо вам огромное за исчерпывающий ответ. Всего доброго и хорошего дня. До свидания. До свидания. Так что вот видите, если ваш дом обслуживает управляющая компания, не низкая компания управляющая, какая-то стология, ну, а что так она называется. Поэтому звоните и рассказывайте, мало ли есть угроза какая-то схода снежных лавин или тех же самых сосулек. 2-11-45 наш телефон, мы в прямом эфире, и прямого эфира у нас с вами остается всего лишь 10 минут, так что поспешите, если у вас накопились вопросы, вы хотите получить на них ответы в рамках программы «Алло Студия». Конечно, у нас есть такие люди, которые, заслышав, что что-то их беспокоит из прямого эфира, они начинают бросать трубки или начинают собираться экстренно на совещания и заседания, и потом эти заседания идут бесконечно, что невозможно, еще потом месяц, с другой, третий дозвониться до них. Тем не менее, нам удается находить ответы на те вопросы, которые вы нам задаете, и делаем это с великим, при великим удовольствии. Я сейчас хочу перейти к следующему вопросу, который вы тоже нам задавали. Напоминаю, что сегодня 1 февраля, начался второй месяц нового года, и вот этот день ознаменован тем, что у нас повысились некоторые социальные выплаты, и наши телезрители хотят узнать касаемо пенсии, конкретно на сколько и кому с 1 февраля повышены пенсии. Так что давайте сейчас позвоним в отделение пенсионного фонда по Ненецкому округу, и узнаем, получим комментарий, кому же и на сколько повышаются пенсии. Ждем. Алло, здравствуйте, вас беспокоит телеканал «Север», меня зовут Мария Владимирова, это программа «Алло Студия», прямой эфир. Скажите, пожалуйста, кто бы нам мог дать комментарий по пенсиям, которые повышены с сегодняшнего дня? Так, значит, ну я могу вам дать такой комментарий. Очень приятно, да, расскажите, пожалуйста, вот граждан интересует на сколько и кому повышены пенсии? Так, ну с 1 февраля прошла индексация пенсий неработающим пенсионерам на 4%. Так. Так, это все, что касается пенсионеров. И им нужно сейчас какие-то там документы принести, подтвердить или заявление написать на перерасчет? В общем, те граждане, которые на 30 сентября были работающие, информация как работающие. Если они после 30 сентября уволились, начиная с 1 октября и до сегодняшнего дня, этой информации у нас отсутствует. Поэтому им необходимо подойти в пенсионный фонд с трудовой книжкой и написать заявление о том, что они просят сделать перерасчет в связи с увольнением с работы. Так, а еще какие-то есть изменения или это все, что касается пенсии? Ну, то, что касается пенсии, да, только страховые пенсии у нас проиндексированы с 1 февраля. И проиндексированы ежемесячные денежные выплаты инвалидам. Это которые ЕДВ, да, называемые? Которые ЕДВ, да. Так, и там как... Они проиндексированы у нас на 7%. Так, если я вам скажу точно, так... Так, значит, у нас... Так, с 1 февраля 2016 года. А им надо какие-то тоже приносить документы или что-то подтверждать, как не работаю, как не работающим пенсионерам? Алло? Так, я понимаю, что что-то у нас произошло со связью, но я думаю, что... Алло? Да-да-да. А, вы слушаете, да, просто у меня... Вы пропали у меня. Ага, я вас слышу. Да, надо, да, вот инвалидам тоже приносить какие-то... Нет-нет-нет, инвалидам ничего не надо, поскольку у них... Это не зависит от работы, у них просто нет плановой индексации. То есть, ранняя индексация была обычно с 1 апреля, в этом году ее провели с 1 февраля. Ну и вопрос, который на опережение, он многих волнует. В этом году материнский федеральный капитал, он будет повышаться или он останется на уровне прошлого года? Это немножко... Это другое, да? Ну, в общем, я просто думала, что на опережение, потому что часто задают такие вопросы, раз вы по пенсионному обеспечению, значит, мы с вами, в общем-то, все выяснили. И вот последний будет вопрос. В этом году все-таки еще будет одна индексация пенсионерам, как обещали, либо это все зависит от экономических условий? Масса, по крайней мере, даже сегодня я слышала, что как будто бы во второй полугодии обещают, но насколько это будет, узнаем, наверное, мы все вместе. Да, чуть позже. Что ж, спасибо вам огромное за комментарий, за ответ на вопрос. До свидания. Спасибо. 2.11.45, телефон прямого эфира. Времени остается на самом деле не так уж и много. И я хочу добавить от себя о том, что тема такая у нас сегодня была и больничные листы, она связана непосредственно с той самой эпидемией, да, которая сейчас идет. И вот сенатор от нашего округа вышел с предложением, что на период болезни гриппом или других инфекционных заболеваний оплачивает 100% больничного. Хочу сказать, что не нужно думать о больничном, нужно думать о том, что все у нас будет хорошо. Ведь не раз я уже говорила о том, что все идет из нашей головы. Чем больше бояться, чем больше паниковать, чем больше закупать лекарства, тем, конечно же, мы больше привлечем к себе эту самую болезнь. Думайте о позитивном, о хорошем, о прекрасном. Ведь все-таки жизнь, какой бы она ни была, она всегда прекрасна. Идем мы всегда с вами только к лучшему. Поэтому, заметьте, все, что происходит, имеет определенные циклы, и этот цикл всегда завершается чем-то хорошим. Либо он завершается не очень хорошо, но мы выходим на новый этап и обязательно идем к позитивному, светлому будущему. И хотелось бы мне еще обратиться к выпускникам школ, которые вот-вот скоро, на самом деле скоро, несмотря на то, что февраль будут сдавать ЕГЭ, время летит очень быстро, можно, им можно потренироваться в сдаче устной части ЕГЭ. 2016 года на официальном портале единого госэкзамена обновлен сервис, который позволяет пройти тренировочное тестирование устной части экзамена по иностранному языку. Интерактивное пособие максимально приближено к реальной сдаче. Этап говорения содержит подробную инструкцию по процедуре прохождения экзамена, а также полезные ссылки. И как вот написано в официальном источнике, что помимо этого на портале ЕГЭ представлена видеоинструкция по сдаче иностранного языка и тренировочная станция записи устных ответов. Экзаменационное испытание по иностранному языку содержит четыре типа заданий, на которые участник ЕГЭ дает устные ответы. Ответы записываются, экзаменуя и имеют возможность прослушать полученную аудиозапись. Как отмечают организаторы, такая форма сдачи экзамена позволяет объективно проверить навыки устной речи. Ну а выпускник сам решает, сдавать ли ему устную часть по английскому, испанскому, французскому или немецкому языку. Этот выбор влияет на получение общей максимальной оценки за экзамен. До 80 баллов можно максимально получить за письменную часть и еще 20 баллов за устную, то есть добавить себе. Раздел говорения в ЕГЭ по иностранному языку введен в прошлом году. Время сдачи экзамена составляет 15 минут без времени, отведенного на подготовку участников ЕГЭ. Так что, если вы решили проверить свое говорение сейчас, подготовиться к предстоящим экзаменам, то можете смело заходить на сервис ЕГЭ 2016 года и тренироваться там в устной части по сдаче иностранного языка, того, который вы выбрали для своих экзаменов. Что ж, друзья, время программы подходит неумолимо к своему завершению. Я хочу подвести некоторые итоги. Итак, телеканал Север. Вы спрашивали, где же сейчас можно смотреть телеканал Север, как только не в Триколоре. Возможностей очень много, как здесь пояснил мой коллега. Вы можете это делать при помощи смарт-телевидения, вы можете это сделать, скачав определенное приложение, вы можете это делать в сети интернет, вы можете скачать себе приложение на гаджет, то есть Север буквально в каждом доме, в каждом телефоне. Мы ближе к вам только становимся, так что не теряйте. Ну а если у вас возникают какие-то вопросы технического характера, то с сегодняшнего дня у нас заработал бесплатный единый телефон, его номер 8 800 100 1 83. Понятно, что 83 это как код нашего субъекта, 83 регион. Так что не стесняйтесь, звоните. Для жителей муниципальных образований, населенных пунктов Немецкого округа хочу отметить то, что если вы вдруг решили воспользоваться приставкой НТВ+, именно сейчас телеканал Север вещает там взамен Триколора, вы можете обратиться в ваше муниципальное образование. Вам помогут организовать массовую закупку необходимых приставок НТВ+, чтобы смотреть телеканал Север, любимый телеканал Север каждый день. Тарелку менять не надо. Тарелка, она одна и та же, подходила как для Триколора, так и для НТВ+. Так что используйте любые возможности, и мы будем ближе к вам. Мы стараемся, по крайней мере, быть всегда ближе к вам и всегда радовать вас своими программами. Другой вопрос касался 5% ипотеки. Как мы выяснили, ничего сложного в этом нет. Не обязательно стаж проживания в Немецком округе. Самое главное желание и возможности потом выплачивать самую ипотеку, которую на данный момент пока предоставляет только один банк, Московский индустриальный. Но, как мы узнали из комментариев специалистов, ведутся переговоры и с другими банками, которые бы могли стать участниками этой самой программы по 5% ипотеке. Зимник у нас, грубо говоря, стоит, и слава богу, потому что не надо в таких погодных условиях по нему передвигаться. Сейчас ждут необходимых условий для того, чтобы его немножечко еще поднять, пролить, и только тогда можно будет по нему ездить. Ну а те машины, которые оказались в снежном плену, они будут доставлены до пункта, где есть и обогрев, и топливо, и водители, в общем-то, не окажутся один на один со своей бедой. И хочется отметить, чтобы водители маленьких автомобилей, легковых, все-таки на зимник не выезжали. Он сейчас непроходим для маленьких автомобилей. Далее. Детские пособия. Нам так и не удалось получить, к сожалению, ответ, но тем не менее я пояснила. Главное своевременно подтверждать то, что вы являетесь получателем детского пособия, и всю информацию можно получить на сайте Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты. По больничным тоже все понятно, ничего страшного. Самое главное, друзья, не болейте. Ведь жизнь так прекрасна, чтобы тратить ее на болячки, на питье лекарств различных. Хочу вам сказать, что программа AlloStudio сегодня завершается. Дарю вам свое позитивное настроение. И отмечу, что в следующий раз мы с вами увидимся через месяц. Программа AlloStudio теперь будет выходить раз в месяц. Ну и добавляется к этой программе еще одно замечательное ток-шоу под названием «Вопросы есть». Она уже стартует буквально в ближайший четверг. Говорить мы будем о ценах в Нинском автономном округе. Так что участвуйте в наших программах. Желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова